Привет! Сегодня мы рассматриваем инструмент, шарнирно-губцевый инструмент фирмы Brigadier. Вот такими вот ярлычками. Написано, что она швейцарская эта фирма, хотя наверное изготовлена в Китае где-нибудь. Серия особая это 175, это пассатижи 175 и усиленные бокорезы. Вот, серия называется Light 3000, является торговой маркой Brigadier. Ну что можно сказать об этих бокорезах и пассатижах. Ну, у меня были вот такие вот. Но почему-то Brigadier сменил свойства самого инструмента, потому что этот инструмент сделан из высокоуглеродистой, вот видите, прочная, кованая, высокоуглеродистая сталь КС-55 для длительного использования. Еще тут говорят об усиленных кромках, что они закалены токами высокой частоты, то есть там при определенной температуре, то есть повышенной еще и твердостью обладает инструмент режущая кромка, то есть, что гарантирует того, что не будет заминания, сминания, когда вы будете резать какой-либо материал, имеющий, конечно, прочность ниже этих губок, допустим. Ну, в принципе, все резовые, ну как, то, что мы режем, оно всегда мягче. Медь мягче. Тот же железо в гвоздях тоже оно соответственно мягче, если будем резать гвозди. Ну, ладно, это так. Небольшое отступление. Ну, самое главное, раньше был у них инструмент весь белый. Был хром ванадивый, сплав шел у них, и он был весь покрыт слоем гальваники. То есть ключи были, ну, не ключи, а вот пассатижи, бокорезы были белого цвета, был белый инструмент. В данный момент бригадир сменил свое свойство, и инструмент стали делать почему-то оксидированный. Вот видите, это как бы пленка окислов, который не дает ему гнить, разваливаться, там, я не знаю, защищает от коррозии, от всего. Только непонятно, почему вот эта вот сторона, она не заоксидирована. То есть, получается, здесь она будет гнить быстрее. Ну, непонятно. Хотя, может быть, и верно решено это удешевление, инструмента. Ладно. Ну, начнем, короче, обсуждать его свойства. Сам инструмент имеет двухкомпозитные ручки. Ручки здесь своеобразно сделаны. Они как бы плотно облегают ручки самого инструмента. И сделаны они как бы из двух композиций. То есть, гладкий пластик, и поверх него нанесено такое покрытие, как бы спененный полиуретан. Тестировано 1000 вольт, он выдержит. Вот. То есть, можно там крутить под напряжение провода, там 220 вольт, конечно. 380 и 660 тоже не рекомендую вам это все крутить. Ну, что тут еще сказать. Ну, вот, пассатижи сделаны так более-менее, если честно. Точность подгонов очень хорошая. Кромки тоже сходятся. Люфта нету. Вот. Ничего так, в принципе, нормальное. Но с бокорезами вот с этими немного по-другому обстоят дела. То, что кромки у них хорошо подогнаны, это факт. Вот. Можем поглядеть, что они... Блин, никак. Вот. Отлично сходятся. Вообще, замечательно. То есть, люфтов нет, зазоров, в принципе, нет. Но мне не понравилось следующее. Этот инструмент куплен был по интернету, и вот сегодня я получил этот заказ, так скажем. То, что если бы я выбирал, я бы не стал выбирать вот конкретно такие бокорезы. Вот именно эти. Может быть, серию я эту бы взял, но... Что мне не понравилось тут, короче. Это всем менеджерам, кстати, на засыпку и на заметочку. Вот, пожалуйста, смотрите, что вы кладете людям. Переворачиваем. Обратите внимание на... Видите, как сделано грубо конец вот этих губок, режущих кромок. Вот. Видите? Особенно вот этого края. Вот... Вот это вот еще ничего. А вот это сделано... Ну, не просто как бы... Блин, не могу навести никак. Ну, не знаю, как-то грубо сделано, а точка как-то сделана так вообще. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что, когда... Меня поймут многие лекарь. Когда ты начинаешь выкусывать, допустим, какие-то проводочки мелкие, да, можно сказать, возьми мелкие там пассатижи, бокорезы, но это лишние движения, и, допустим, если они где-то лежат внизу, а ты на лестнице. Соответственно, надо спуститься, подняться. Это затраты. Затраты собственного времени рабочего, и, соответственно, сил лазить туда-сюда. Потому что сзади можно так налазиться до упаду. Вот. И, видите, край, значит, вот тут вот... Скусывать будет очень плохо. А надо, чтобы он был плотный. Вот здесь вот сейчас хорошо видно, что край инструмента сделан очень грубо. Очень грубая обточка, заточка, я не знаю там, как там. Ну... Не есть хорошо, короче. Ну и, как обычно, попробуем перерезать вот медяху, гибкий провод. Четверка, по-моему, или шестерка. Ну вот это вот мы уже резали. Сейчас будем еще раз резать. Вот. Зарядили. И нажали. Ну, в принципе, достойно. Там нету таких сфер и больших усилий. Ну, пассатижи брались вообще-то не для резки. Проводов там так просто. Гайки вертеть. Сейчас попробуем их. Давайте. Вот. Провод там. Ну и... Все. Перекусили. Ну... Вот что у нас получилось. Ну, в принципе-то, неплохо. Рез тоже хороший. Ну, вот, единственное, конечно, тут вот этот край бокорезов. Ну, так, в принципе, неплохие усилия. Не надо делать огромной рукой, чтобы перекусить, допустим. Вот конкретно вот этот кабель. Для электриков пойдет тоже. Если это собирать нулевые щиты. Но ручки тут жалко без упоров. Несколько опасно. То есть, может скользовать вот так рука и можно залететь под напряжение. Соответственно, если ты лазишь где-то в щитке, либо там что-то делаешь. Вот. Ну, для резки проводов там три на полтора, три на два с половиной. Это, в принципе, очень нормальный инструмент. Ну, и вот этот вот край меня немножко смутил. Ну, а больше тут говорить-то и нечего. Единственное, что разница... Не знаю, как будет эксплуатироваться вот эта сталь по сравнению с хромованадием. Непонятно. Вот. Главное. Спасибо вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok